Здравствуйте! В эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Ягири Мукашева. Вот главная тема. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе вовсю проходят отчетные встречи Акимов сельских округов. Проводят их в онлайн-формате без скопления людей. Свои вопросы и предложения североказахстанцы отправляют по электронной почте, через социальные сети или во время самих отчетов, которые проходят в прямом эфире. 57% жителей региона уже озвучили свои проблемы и задали вопросы Акимам онлайн. Глава Литовочного сельского округа Теншинского района сегодня отчитался перед жителями. В шести селах округа проживает свыше 1800 человек. Что их волнует, расскажем далее. Район, в котором сосредоточены одни из самых перспективных инвестпроектов. Здесь и крупнейший свинокомплекс, и производство комбикормов, и завод по глубокой переработке зерна, который выпускает крахмал и клейковину. А в прошлом году, пока в тестовом режиме, начали делать и биоэтанол. Ну и нельзя не упомянуть про новый цех по выщелачиванию жмыха ТОО Теншамай. Запуск планировали в прошлом году, но специалисты из Китая по понятным причинам приехать не смогли. До конца реализовать проект стоимостью 2 миллиарда тенге планируют в 2021-м. Всего в прошлом году в Теншинский район влили почти 27 миллиардов тенге инвестиций. Рост наблюдается по всем показателям экономики. Кроме того, вырос и бюджет района. Ощутили ли это сами теншинцы? Ну, с дорогами сейчас снег. А летом в прошлом году хорошо построили здесь. Много асфалт делали. Были какие-то нюансы. В морозы с отоплением прорвало. Все сделали вовремя. У нас никаких претензий нет к службам. Дороги в Тенше отремонтировали. У меня в доме вода есть. Конечно, улучшаются условия. Между Новоберезовкой и Чекаловым кусок он как посередине. Оттуда немножко сделали и отсюда немножко сделали, а он посередине получается не рабочий. Планируют доделать. Сложность в том, что на этой трассе проводить нужно полную реконструкцию. Из 60 километров осталось чуть меньше 9. В целом почти все теншинцы отметили, что инфраструктура в районе значительно улучшилась. Особенно в последние пару лет. Но некоторые проблемные вопросы еще остались. О тех, что волнуют жителей Литовочного сельского округа, говорили на отчетной встрече. В этом году она проходит иначе. Диалог власти и народа не в актовом зале, а перед монитором в режиме видеоконференции. Зато вопросы привычные. Дороги, водоснабжение, интернет. По каждому из этих пунктов обращались жители села Горькое. Население свыше 500 человек. Те, кто без автомобиля, оказались отрезанными от райцентра, пишут в своем обращении жители. Просят об автобусном маршруте хотя бы раз в неделю. Необходимо будет найти вам, как округа, предпринимателя, который сможет осуществить пассажирские перевозки на автобусе. Мы со своей стороны через отдел ЖКХ готовы просубсидировать данный маршрут. Есть возможность даже автобус приобрести по госпрограмме. Главное – найти предпринимателя, который за это возьмется. Возможно, заинтересовать бизнесмена получится лучше, если дорогу от Горького отремонтировать. Состояние участка до села Литовочного в плохом состоянии, пишут жители. Но сначала нужно разработать ПСД, отметил Аким района. Поручил Руслан Анбаев и детально изучить проблему с интернетом. Аким сельского округа должен знать все характеристики, чтобы к сотовым операторам можно было обратиться с конкретным запросом. А жители Краснокаменки просят привести в порядок дорогу в селе. Полотно там действительно в плохом состоянии, соглашается глава округа. Мы разработали смертную документацию на профилировку внутрипоселковых дорог Литовочного сельского округа. В том числе Краснокаменка туда входит обязательно. Я думаю, в мае месяце мы начнем работу. Поддержит районы бюджета установку в Литовочном детской площадке. Она там есть, но очень скромная. Горка до пара качелей. Детям не хватает. К слову, о подрастающем поколении. В Таинше в этом году приступят к строительству школы на 600 мест, а в Вишневке на 150. Но и про имеющиеся школы не забудут. Продолжит ремонт и закуп новой техники. К слову, в прошлом году на сферу образования в районе выделили 5,5 миллиардов тенге. Улучшение ощутили практически все школы и мини-центры, говорит Аким района. А еще в Таньшинском районе планируют в этом году полностью решить проблемы с освещением. И в дальнейшем тратить бюджет только на содержание. В завершении встречи Руслан Анбаев отметил, что он открыт к диалогу, который только отчетной встречей не ограничивается. Любой житель может записаться на прием. Для этого можно использовать и социальные сети, говорит глава Таньшинцев. Напомню, отчетная встреча Руслана Анбаева пройдет 5 февраля. Агири Мукашеву, Рустам Тлиужанов, Новости МТРК. Североказахстанские аграрии приступили к снегозадержанию. В 2021-м агроприем предстоит выполнить на площади в 3 миллиона гектаров. Обработали, к слову, пока только 18% земель. Активно сейчас идет эта работа на полях товарищества «Сервис Жарс» Козылжарского района. Тема продолжит Абай Альжанов. К снегозадержанию в товариществе «Сервис Жарс» приступили в середине января. На полях работают два трактора К-700. Агротехнический прием выполняет на площади 1000 гектаров. Всего УТО 6000. За рулем кировца – жены сказкенов. В агроформировании трудится больше пяти лет. Механизатор считает, чтобы получить богатый урожай, нужно готовиться к посевной заранее. Выезжаю в поле по погоде. Графика определенного нет. Процедуру проводим каждый год. Ведь весной нам сеет зерно, пшеницу, ячмень, овес. А чтобы урожай был хороший, нужно заботиться о землях. Работа нравится, зарплата достойная. Снегозадержание помогает удерживать и накапливать снег на полях. Так, снежное одеяло увеличивает запасы почвенной влаги. А еще, когда почва укрыта снегом, она не подвержена ветровой эрозии. Таким нехитрым способом аграрии повышают свою урожайность. Сельхозтоваропроизводитель занимается растениеводством 28 лет. Трудится здесь 70 человек. Снегозадержание в товариществе проводят ежегодно. К зимним работам на полях приступили и другие аграрии Северного Казахстана. В нашем регионе их ведут на площади почти в 3 миллиона гектаров. Пока только обработали 18% площадей. Это 515 тысяч гектаров. Дальше больше. Снегозадержание начинается, когда снежный покров достигает 10 сантиметров. Но в этом году он начался в январе месяце. Высота снежного покрова на чистом пару составляет 10-18 сантиметров. Что по сравнению с прошлым годом выше. На зябе 12-24 сантиметра, а на стерне 15-27 сантиметров. Северный Казахстан – аграрный край. Земледельцы ежегодно получают стабильный урожай. Всего в регионе трудится 5700 сельхозтоваропроизводителей. Абай Альжанов, Жодузбек Ермуканов. Новости МТРК. С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация против коронавируса. Об этом на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр здравоохранения страны Марат Шуранов. Проходить она будет поэтапно. Сначала на протяжении всего следующего месяца прививки сделают всем медицинским работникам. В марте их получат педагоги и сотрудники силовых структур. В апреле – студенты. А в мае, в зависимости от оставшегося объема препарата, будут вакцинировать всех остальных граждан Казахстана. Как будет проходить вакцинация? Перед самой процедурой каждый должен пройти медицинское обследование. Оно включает измерение температуры тела. Если она будет выше 37 градусов по Цельсию, то ставить прививку не будут. Как и людям, не достигшим совершеннолетия, беременным, гражданам старше 65 лет и тем, кто имеет противопоказания по состоянию здоровья. Важно отметить, вакцинация в Казахстане будет проводиться на добровольной основе. Будет зарегистрирована вакцина «Спутник Ви» производства карагандинского фармацевтического комплекса. Уже начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора, начиная с 26 февраля и далее в регионы. В последующем до июля месяца объем производства на данной площадке планируется довести до 2 миллионов доз. По предварительным данным, эффективность данной вакцины составляет порядка 92%. Число зараженных COVID-19 продолжает расти. За последнюю неделю в Северном Казахстане выявили более 300 случаев. Высокий показатель инфицированных зафиксировали в областном центре и Казалжарском районе. Медики не перестают напоминать североказахстанцам о соблюдении всех санитарных норм, а еще призывают бережно относиться к своему здоровью. Какие рекомендации дают врачи и как можно укрепить иммунитет, узнавал Абай Альжанов. Пандемия коронавируса нанесла большой удар по всем сферам жизнедеятельности и доставила немало проблем. По официальным данным, с марта прошлого года в нашем регионе недуг выявили почти у 11 тысяч североказахстанцев. За это время переболели и выздоровели 9,5 тысяч человек. Остальные проходят лечение. Ограничительные меры, режим карантина, локдаун выходного дня. Раньше каждый из нас и представить не мог, что это станет обыденным сценарием нашей повседневной жизни. Опасный вирус не щадит ни взрослых, ни детей. Поэтому сейчас очень важно проявлять личную ответственность, санитарные нормы и рекомендации врачей. Давайте узнаем у североказахстанцев, а как они противостоят опасной инфекции. Я вот, например, сделаю состав лимона с чесноком. Каждое утро я пью по рюмочке вот этот состав. А так все, что врач приписывает, я все исполняю. Дай Бог всем здоровья. А как соблюдаете санитарные нормы? Очень хорошо соблюдаем. Вот в масках ходим, стараемся не выходить лишний раз. Вот у меня мама болеет, я вот к ней только за продуктами и дома сижу. В основном так. Ну и дистанцию соблюдаем, соответственно. В это непростое время нужно укреплять иммунитет. Вместе с семьей пьем различные витамины, питаемся натуральными продуктами, варенье постоянно кушаем, фрукты и овощи. Всем тоже советую. В этом месяце Северный Казахстан перешел в красную зону по темпам распространения вируса. Большое количество пациентов с подтвержденным диагнозом продолжает поступать в стационары. С первой волной инфекции медработники, приложив немало усилий, справились. Новый вызов врачам бросила вторая волна COVID-19. Начинается сейчас пик острых вирусных инфекций. Мы убедились, что маска почти на 100% может предупредить заболевание острыми вирусными инфекциями. Единственное, надо сказать, как правильно носить эту маску. Если это в медицинских организациях и это сотрудники медицинские, значит через 2-3 часа обязательно смена масок. Если это дома и это маски тканевые, то обязательно стирка этих масок, проглаживание их. В этот период очень важно избегать массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Только за последние сутки в области выявили 117 случаев заболевания COVID-19, 65% из которых – это симптомные носители, остальные – бессимптомные. Рост по сравнению с прошлой неделей в 1,7 раза – с 437 до 762 случаев. Абай Альжанов, Михаил Казначеев, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Пандемия и карантинные ограничения коснулись каждого. Этот период наверняка запомнится как один из неудачных для бизнесменов. Многим пришлось закрыть свои предприятия или же работать в убыток. В такой ситуации оказались многие участники розничной торговли. В Кабинет общества по защите прав потребителей и предпринимателей обратились десятки человек. Причина обращения – дискриминация бизнеса. Подробности у Айгири Мукановой. Предприниматели негодуют, почему им запрещают работать в самые прибыльные дни. Ведь все саннормы соблюдаются. Они считают, что это похоже на дискриминацию. В то время как мелкие магазины и торговые точки на открытом воздухе продолжают свою деятельность. Таким образом клиенты переходят к ним. Люди, которые работают среди недели, приходят обычно к нам на субботу-воскресенье, чтобы мы торговали. А получается, что мы сидим. Нас нет там на рынке. В рабочие дни, когда люди не могут прийти, они потом нам звонят. А мы, получается, всем отказываем, что мы не работаем. В итоге бизнесмены терпят большие убытки. Арендную плату снизили на 25%. Но даже это не спасает ситуацию. Ведь продаж почти нет. Прошлогодний товар до сих пор лежит на витринах. Владельцы таких торговых точек добиваются, чтобы им разрешили работать в выходные дни. Или же вообще запретили работать всем непродовольственным магазинам в субботу и воскресенье. Обращение предпринимателей наша редакция передала в областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Специалисты пресс-службы прокомментировали ситуацию. Согласно постановлению номер 2 от 18 января 2021 года главного государственного врача Североказахстанской области, крытые вещевые рынки могут работать ежедневно с 9 до 20 часов, соблюдая все санитарные требования с приостановлением деятельности лишь на субботу и воскресенье. Также отметили, что наш регион находится в красной зоне. И как только эпидемиологическая ситуация улучшится, рассмотрят вопрос ослабления карантинных мер. Агиря Муканова, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. 28 водителей превысили скорость, 13 нарушили правила маневрирования, 52 разговаривали по телефону за рулем. Такие нарушения полицейские выявили только за первые сутки оперативно-профилактического мероприятия «Пьяный водитель». Стартовала она в области 27 января и продлится 4 дня. Какие еще правила дорожного движения не соблюдают автолюбители в материале пресс-службы профильного ведомства? Автомобиль 37-летнего жителя Жамбулского района полицейские остановили в пресновке. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Его нетрезвое состояние позже подтвердило медицинское освидетельствование. Стражи порядка составили административный протокол. За роль мужчина теперь сядет нескоро. Его лишили прав на 7 лет и арестовали на 15 суток. В целях недопущения дорожно-транспортного происшествия, профилактики грубых нарушений правил дорожного движения, в особенности управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также выявления лиц, управляющих транспортным средством, ранее лишенными права управления, на территории области в период с 27 по 30 января текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». По итогам первого дня выявлено 477 грубых нарушений правил дорожного движения. Полицейские задержали 24 человека, которые находились за рулем, будучи лишенными права управления, 28 водителей за превышение скорости и 13 за нарушение правил маневрирования. 70 североказахстанцев привлекли к административной ответственности за неиспользование ремня безопасности и 52 за пользование телефоном во время езды. Автомашина Тойота РАЖ-4, госномер 760, право примите, остановитесь. Всего с начала января на дорогах области полиция задержала более 30 пьяных водителей. Анжелика Сычева при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Духовно-человеческое образование – основа коррупционной профилактики. По таким названиям на площадке антикоррупционного ведомства региона прошел прямой эфир. В онлайн-встрече принял участие главный имам Казалжарской центральной мечети Кинжитай Хаджи Байкимелюла и теолог Арман Нуртазин. Они уверены, что все начинается с воспитания, поэтому родители должны уделять этому особое внимание. Не все семьи могут дать нужное ребенку знания, поэтому планируется создать общественное объединение САБР. Там будут заниматься духовным просвещением молодежи, прививать нужные человеческие качества. Они и послужат фундаментом нетерпимости коррупции. До семи лет с детьми нужно играть, считает телок Арман Нуртазин, а уже после серьезно взяться за воспитание. Основная наша задача в чем является? Это, прежде всего, разъяснительная просветительская деятельность, духовное воспитание подрастающего поколения молодежи, привитие добропорядочности, высоких моральных устоев и нравственности. Прежде всего, любви к родине, потому что любовь к родине, есть такая арабская поговорка или сказание, любовь к родине – это от веры. У человека, если нет веры, он не может любить свою родину, не может быть патриотом своей страны. Один дом, одно объединение, один счет – это принцип новой формы управления многоквартирным домом, который сокращенно звучит как ОСИ. Объединение собственников имущества до июля 2022 года полностью заменят привычной для казахстанцев КСК. В качестве альтернативы они могут заботиться о состоянии своих домов через простые товарищества. Каким изменениям следует быть готовым жителям многоэтажек Северного Казахстана, расскажем прямо сейчас. Основная часть жалоб – это не знаем, куда идут наши деньги. Помогите заставить председателя отчитаться. Достаточно большая часть жалоб в холодное время – это на качество отопления. С просьбой о помощи в Петропавловскую ассоциацию кооперативов собственников квартир обращаются не только председатели, но и жильцы многоэтажек. Не самым, скажем так, внимательным отношением к их проблемам грешат председатели больших КСК, рассказал Сергей Худяков. Им горожане часто просто не доверяют, потому что не видят их работы ни в жизни, ни на бумагах. Предполагается, что объединение собственников имущества, они в Казахстане в ближайшем будущем придут на смену КСК, решат эту проблему. Реформа была направлена на то, чтобы у каждого дома был свой счет и свой отчет о движении денежных средств. Конфликты и нежелание собственников платить в КСК, они не из-за того, что у людей нет денег, они из-за того, что люди не видят пользу от движения этих денег. На законодательном уровне определено, что счетов в оси будет несколько текущей и сберегательной. Из бонусов, при необходимости их пополнит государство. Объединение собственников имущества праве обратиться в местный исполнительный орган о проведении технического обследования данного многоквартирного жилого дома. Если отсутствует регистрация объекта кондоминиума, то техническое обследование осуществляется за счет местного бюджета. Сломался лифт, например, не проблема. Починить его тоже поможет государство. Но со временем, взятые с его помощью деньги, жильцам нужно будет вернуть. Председатель КСК Муканова-91 Лариса Винокурова с жильцами этого уютного кубика все ремонты делали самостоятельно. В целом к ОСИ относятся настороженно. Переходить в числе первых не планируют. В такой форме управления домов они не видят порядка, за которым здесь очень тщательно следят. На площадке и в подъездах чистота и красота. В них цветы, пластиковые окна, информационные уголки. По дворе камеры видеонаблюдения. Жильцы установили их за свой счет. Мы делаем ежегодно ремонт входных групп. Все это делается за счет КСК. Единый сбор с одного квадратного метра мы установили сейчас и собираем вот уже два года. 40 тенге с квадрата. Мы имеем в штате своего кассира, мы имеем своего сантехника, своего дворника, свою техничку. Очень большие сомнения, очень большая тревога, чем дальше, тем ближе, о том, как мы этого лишимся. Если сейчас вот мы будем переходить на ОСИ. К новой форме управления в Петробаловске пока перешли только 7 многоэтажек. Всего в областном центре больше 1086 домов. В 180 нет старших по дому и председателей КСК. Что в них сделают в рамках новой жилищной реформы? Этот вопрос болезненный и открытый. Дарья Пашмонзова, Казбек Рыгбаев. Новости МТРК. Четкая картинка, без ряби и шума. Уже с 1 января североказахстанцы полностью перейдут на цифровое телевидение. Об этом сообщили на брифинге региональной службы коммуникаций. Преимущество вещания – высокий уровень защиты и качество сигнала, который можно передавать на большие расстояния. Аналоговый формат пережиток прошлого, отмечают специалисты. Отключать его будут до конца января на территории всей области. Для того, чтобы получить качественный сигнал, необходимо проверить, имеет ли ваш телевизор возможность приема цифрового ТВ напрямую. Если же нет, придется приобрести специальный приемник. В среднем его цена составляет 6 тысяч тенге. При возникновении вопросов с подключения можно обратиться по номерам телефона, которые указаны на экране. Цифровое эфирное телевидение пришло на замену старого аналога телевидения, поэтому оно также будет бесплатным, без абонентской платы. Оно является общедоступным телевидением. Подключиться к цифровому эфирному телевидению может абсолютно любой житель нашей области. Цифровое эфирное телевидение, оно не является заменой кабельного, либо спутикового телевидения. Это общедоступное казахстанское телевидение. 28 января завод имени Кирова сделал подарок для областного союза ветеранов войны в Афганистане и локальных войн Республики Казахстан. Представители предприятия вручили членам общественного объединения персональный компьютер ЗИК. Такими же умными машинами, речь идет почти о полусотне тысячах компьютеров, сейчас пользуются школьники, а также некоторые государственные служащие североказахстанской и соседних областей. Теперь компьютер ЗИК будет помогать быстрее справляться с ежедневной работой местным воинам-интернационалистам. Своё объединение они создали 26 лет назад, чтобы вместе решать насущные вопросы, а также помогать воспитывать патриотический дух у молодого поколения. Если это военный институт проводит какие-то мероприятия, ВТШ, присяги, показательные выступления, большое спасибо генеральному директору завода Кирова, который откликнулся нам и решил помочь нам насчет компьютера. 32-й годовщине вывода войск из Афганистана 15 февраля. Вошли в тройку лучших. Волейбольный клуб «Куаныш» показал хорошие результаты на третьем этапе чемпионата страны в Павлодаре. Следующий этап пройдет 10 февраля в Петропавловске. Подробности у Алишера Ашимова. Светлана Парукова волейболом занимается 15 лет. До этого успела попробовать себя в других видах. Сначала играла в клубах России, Белоруссии, а последние 4 года девушка живет в Казахстане. Выступала за Павлодарский ртыш, а в этом сезоне решила присоединиться к сборной «Куаныша». Я получаю колоссальное удовольствие от полученных эмоций во время игры. Поэтому нет разницы между играми. А в принципе туром довольны, хорошо отыграли. Обидно, чуть-чуть в играх с главными соперниками не хватило. Вот это вот чуть-чуть уже раздражает, конечно, немножко. Очень бы хотелось, чтобы это чуть-чуть переросло и было хотя бы 5 партий. У волейбольного клуба «Куаныш» неплохие результаты в чемпионате страны. Команда, расположившаяся на первой строчке турнирной таблицы, уступила Восточному Алтаю и Алматинскому ЖТСУ. ЖТСУ проиграли 1-3. Так мы тоже партию зацепили. Девочки все поверили. Уже с грандами, этими клубами начали играть. Поувереннее себя чувствуют. Ну и с Алматой. Ну и там камбэк у нас произошел. То, что летели 2-0 и в перелом на третьей партии переиграли. И выиграли с счетом 3-2. Хорошая игра с Алматой у нас. Задачи выполняем и нацелены за призовые места, за медали. Хотим попасть в историю женского волейбола. По итогам трех туров Петропавловск набрал 41 балл. Сейчас волейболисты готовятся к четвертому туру. Хозяин соревнований – Северный Казахстан. Этот этап чемпионата пройдет с 10 по 19 февраля. Сборная рассчитывает на лучшие результаты. Алишер Ашимов, Жолдзбекер Муканов. Новости МТРК. Наши земляки одержали долгожданную победу. 27 января футбольный клуб «Казалжар» обыграл болгарскую орду. Соперники показали преимущество в самом начале игры. Они открыли счет уже на первой минуте. Восстановить равновесие наши футболисты смогли на 14-й минуте. Автором гола стал полузащитник Максим Драченко. Спустя еще 14 минут «Казалжар» вышел вперед. Огорчил болгарцев Шутагри Галашвили. Первый тайм завершился со счетом 1-2 в пользу подопечных Андрея Карповича. В следующие 45 минут петропавловцы забили красивый третий гол. Затем болгарцы ответили. В итоге «Казалжар» одержал победу со счетом 2-3. Учебно-тренировочные сборы в Турции нашей команды продлятся до марта. Следующий соперник – российский «Шинник». Встреча назначена на 30 января. На этом все. Выходя из дома, не забывайте надевать маски и соблюдать дистанцию. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok